Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Вчера индекс S&P 500 обновил локальный максимум, сейчас продолжается коррекция, в США идет сезон отчетов, ну и Байден столкнулся с первыми сложностями, об этом мы поговорим сегодня. Но прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк к этому видео и также, как всегда, ваши вопросы оставляйте обязательно в комментариях. Сейчас, ну, пожалуй, ключевое событие, опять же, к чему прикован корпоративный сектор, да, внимание за компаниями, это новый сезон отчетов, который сейчас начался в США и уже аналитики предполагают довольно-таки хорошее его завершение с точки зрения отчетов по прибылим компаний. В том числе, если посмотреть на ключевые компании, которые оказываются в фаворе на этой неделе, это технологичные компании, которые будут отчитываться на следующей неделе и уже мы видим, что такие компании, как Apple, Facebook и Microsoft показывают довольно-таки неплохой рост уже на ожиданиях. Соответственно, наибольшая информация появится уже на следующей неделе, но также, к примеру, по заявлению компании Intel, да, компании Intel, за которой я достаточно давно слежу, отчитались хорошо, новые разработки внедряются, компания продолжает наращивать прибыль и, собственно, это также позитивно сказалось на их акции, рост которых также мы увидели вчера. Соответственно, после того, как индекс S&P 500 смог обновить локальный максимум, который мы видели вчера в области уже 3866, сейчас на рынке начинается коррекция, но к этому вернемся опять же чуть позже. Что также важно, да, важно на текущий момент то, что Байден наконец вступил в свои законные права, теперь он будет во главе в ближайшие четыре года, ну, по максимуму, да, то есть если что-то не случится экстраординарного, но уже те трудности, которые у него есть, он уже с ними столкнулся. Первое, это, конечно, помощь в размере 1,9 триллионов долларов, как помощь именно новой стимулирующей меры по борьбе с коронавирусом. Уже есть некоторые препятствия со стороны Конгресса, того, что предыдущее как раз решение было на 900 миллиардов, и сейчас это вновь начинает обсуждаться, поэтому здесь Байдену, конечно, придется побороться за то, чтобы все-таки этот пакет стимулирующих мер вступил в силу, но так как его партия, да, занимает большинство и, в принципе, здесь не так много препятствий для того, чтобы не провести данный проект, я думаю, что здесь он сможет к этому преуспеть, но рынки пока несколько начали в этом, может быть, сомневаться, да, то есть на какой-то определенный момент, но опять же в долгосрочной перспективе, скорее всего, он это сделает. Также с точки зрения продолжения отношений с Китаем, также появилась информация после того, как Трамп покинул Белый дом, что все-таки политика Байдена, она будет плюс-минус такой же, как и у Трампа, да, чтобы он не говорил ранее. Возможно, да, изменится форма подачи, но сами цели, сами задачи не будут неизменными и пока камнем преткновения в переговорах с Китаем, да, является Тайвань и давно уже этот вопрос обсуждается. Собственно, здесь, если резюмировать, то, что определенные сложности у Байдена, безусловно, будут, он с ними уже начнет сталкиваться, но будем смотреть, как он из этого будет выходить. А теперь давайте перейдем уже непосредственно к инструменту, начнем мы с пары евро-доллар и пройдемся, как всегда, по всем ключевым инструментам. Евро-доллар у нас продолжает свое восходящее движение в рамках восходящего тренда. К сожалению, я не смог присоединиться к данной позиции, у меня ставил отложенный ордер, но буквально пару пунктов цена до него не дошла. Сейчас, конечно, он уже актуальность потерял, поэтому его я здесь удаляю и для себя также буду ожидать еще одну волну коррекции. Если она произойдет в область, опять же, 1.20, то тоже буду заходить по тренду уже на продолжение как раз роста. То есть текущих уровней пока заходить не буду, так как цена выглядит не самым оптимальным образом. По британской валюте, вчера мы также видели обновление локального максимума, что фактически может говорить о том, что цель того восходящего движения, которые были последние три дня, она реализовалась. Теперь, опять же, входить по самому локальному максимуму не самое лучшее решение, поэтому здесь только ждать коррекцию, в зависимости от того уже, где она становится, уже опять же в нее заходить. То есть пока здесь сделать не рассматриваю. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь также цель реализовалась последние несколько дней. Ну, собственно, вчера и позавчера мы дошли опять до локальных минимумов, опять эти минимумы обновили, и опять у нас здесь началась коррекция. Сегодня уже пара американский доллар, канадский доллар смогла закрепиться выше максимума, которые были сформированы в четверг, поэтому здесь я ожидаю коррекцию, ну, как минимум в область 1.2750, и если она произойдет, то с этих уровней я тоже буду искать возможности заходить в продажи по данной валютной паре, но не по текущему уровню, то ждем завершения вот этой коррекции и входим по тренду. По паре американский доллар, японская иена, здесь я из позиции вышел, заходил несколько еще на прошлой неделе, но особой активности здесь пара американский доллар и японская иена не проявляла, и сегодня уже были попытки как раз закрепления выше максимальных движений, которые были вчера, я здесь не стал дожидаться полноценного закрепления, так как индекс фьючерса S&P 500 падал, и, собственно, здесь вот это раскорреляться мне не нравится, то есть если бы S&P 500 там продолжал расти, то эту позицию я продолжал держать, но так как этого нет, и так как мы видим уже контртрендовое движение по ряду активов, которые мы сейчас с вами только что посмотрели, то здесь я тоже принял решение из этой позиции пока выйти. Если будет еще одна волна коррекции, если мы придем в область, ну примерно туда, откуда, где я заходил в позицию, и мы начнем разворачиваться опять по нисходящей, то в эту позицию я тоже перезайду, здесь также это выглядит пока перспективно с точки зрения целей по снижению, потому что цель по снижению здесь еще не реализовалась, то есть в область 102.40 вполне здесь мы можем опуститься. По паре австралийский доллар, американский доллар, также здесь мы не смогли внуть локальный максимум, сегодня австралийцы уже тоже торгуются ниже минимальных значений, которые были сформированы вчера, то здесь опять же это говорит о том, что начинается еще одна волна коррекции, возможно будет более затяжной, поэтому опять же те уровни, которые я устанавливал ранее для входа в данную позицию, они сейчас не актуальны, поэтому я их тоже удаляю, поэтому здесь я жду коррекцию, будет хорошо, если мы увидим перелол предыдущего дня, но с точки зрения того, что мы можем получить более интересную цену для входа на продолжение роста, но конечно это может говорить о том, что у нас может зарождаться новый нисходящий тренд, это тоже важно понимать и к этому тоже нужно быть готовым, но купить дешевле это наша самая основная задача. По новозеландцу, продолжение роста здесь также мы видим, не смогли внуть в локальный максимум, в отличие от британской валюты, ну и коррекция была там не такой большой, поэтому сейчас мы опять видим пока продолжение восходящего движения, здесь у меня тоже ставил отложенный ордер, но свою актуальность он тоже уже потерял, поэтому я его тоже здесь удаляю. Что здесь я бы ожидал по новозеландцу, если будет еще одна волна коррекции, то есть примерно такое же движение, как мы сейчас видим по австралийцу, то в зависимости от уровня остановки я для себя тоже буду искать возможности покупать, пока у нас тенденция сохраняется восходящая. Золото, вот по золоту здесь тоже интересная сейчас может появиться перспектива как раз по данному инструменту с точки зрения открытия позиций. Золото пока у нас все еще находится в нисходящем тренде, мы видели восходящее движение на этой неделе, но сейчас золото опять начинает разворачиваться в сторону нисходящего движения. Если золото сегодня сможет закрепиться ниже минимумов, которые были сформированы вчера, то я поставлю отложенный ордер и буду рассматривать возможность входа на продажу, как раз на понижение золота и вот эта сделка, которая сейчас видится также наиболее интересной и которая может быть реализована в ближайшие несколько дней, но пока еще сигнала нет, поэтому отложенные ордера здесь я для себя не устанавливал. По индексу DAX также мы здесь видим разворот, ну собственно европейские рынки отыгрывают ситуацию, которую мы видим по американским рынкам. DAX сегодня торгуется ниже минимумов, которые были сформированы как раз вчера, что также говорит нам о начале коррекционного нисходящего движения. Опять же следим за тем, где оно становится, вполне вероятно, что мы увидим перелол как раз середины января и можем даже опуститься в область 13 524. Если это произойдет или даже если уйдем чуть ниже, то в любом случае для себя возможности входа на продолжение роста здесь тоже рассмотрю. Ну и S&P 500, то есть как я уже говорил, то есть мы обновили локальный максимум, то есть цель фактически реализована, поэтому сейчас доллар может несколько начать укрепляться, поэтому коррекция на ключевых инструментах, которые мы смотрели ранее, она здесь тоже уже более вероятна, поэтому я и закрыл позицию по паре американский доллар и японская иена. Соответственно сейчас мы закрепились ниже данных уровней, в зависимости от того, как откроется сегодня Америка, если мы смотрим, не обновим сегодня локальный максимум, то фактически это может быть опять начало очередной коррекции по паре американской доллар и японской, по S&P 500, прошу прощения, поэтому если были позиции, то их было бы хорошо прикрывать как раз в области обновления локальных максимумов, а затем ждать коррекцию и заходить вновь, то есть ну по крайней мере такой у меня подход, такой стратегии я придерживаюсь. Нефть тоже чувствует себя не самым благоприятным образом, также мы не смогли пока обновить локальный максимум, который мы видели в первой половине января и сегодня нефть марки Brent также торгуется уже ниже минимумов, которые были сформированы вчера. Собственно здесь тоже можем предполагать коррекцию, которая может вполне произойти в область 54-52 и уже дальше продолжит рост, исходя из этих уровней. Но опять же большую поддержку на этом удаст новый пакет стимулирующих мер, если все-таки Байдену удастся его провести. Ну за этим и за другими новостями мы продолжим следить. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, вопросы оставляйте в комментариях, но мы с вами увидимся в понедельник и продолжим следить за главными новостями, обсуждать что происходит на рынке, ну и также я буду рассказывать о своих сделках. Всем спасибо за внимание и до свидания.